Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим про пьесу-сказку Тамары Габе «Город мастеров». Если вам было трудно читать пьесу, поскольку это, скорее всего, первая пьеса, которую вы читали в книге, посмотрите, пожалуйста, дополнительный видеоблог. Там мы расскажем о том, как пьеса отличается от привычных вам жанров литературы и как ее читать. А сейчас поговорим об авторе и о самой книге. Тамара Габе родилась в 1903 году, получила очень хорошее образование, знала несколько иностранных языков. Вот почему после революции она очень успешно работала в детской редакции под руководством Самуила Маршака. В ее пересказах советские дети узнали и сказки братьев Гримма, и Золушку Перро. Она даже пересказала немножко на детский лад Гулливера Джонатана Свифта. А потом наступила война, и войну Габе встретила в Ленинграде. И застала в Ленинграде самое трудное время ленинградскую блокаду. И пережила эту тяжелую ленинградскую зиму, когда люди буквально ежедневно умирали сотнями от голода и холода. И Габе разделила судьбу горожан, которые не просто выживали. Они в Ленинграде, как мы знаем, писали музыку, давали концерты, ставили театральные спектакли. И вот именно в блокадном Ленинграде Габе начинает писать свою первую собственную пьесу-сказку, не пересказ чужой, а собственную пьесу-сказку, которую она назовет «Город мастеров» или «Пьеса о двух горбунах». И эта книга станет самой известной ее сказкой, самым известным ее произведением. Его до сих пор ставят, снимают по нему фильмы. О чем же можно написать в голодном, холодном блокадном городе? О городе, который завоевали чужеземные солдаты. О городе, который вроде бы сдался, но не покорился. Вот как об этом рассказывает бабушка Тафаро, местная гадалка, которая выходит перед началом спектакля к со зрителям и рассказывает предысторию. Они бродят по нашим улицам, смотрят, подслушивают. И стоит кому-нибудь сказать неугодное им словцо, его хватают и запирают в башню молчания. Там стены без окон, а кругом глубокий ров, наполненный водой. Попасть в эту башню легко, а вот выйти из нее не легче, чем из могилы. И подумать только, что всего год назад мы жили вольно, весело, никому не кланяясь. Враги нагрянули на нас нежданно-негаданно, силой и хитростью овладели нашим городом. А тех, кто мог поднять против них меч, казнили, изгнали и запрятали в башню молчания. С тех пор тихо и пустынно у нас на улицах. Люди перестали смеяться, плясать, петь веселые песни. Все со страхом оглядываются на замок. А там, как сыщ в дупле, живет сам наместник. Это он издает все приказы о казнях и штрафах. Он запрещает старикам собираться по вечерам за стаканом вина. Девушкам не велит петь за работой, а детям играть на улицах. Но какой он из себя, никто не знает. Ни один житель города еще не видел его в лицо. Вот, друзья мои, какая беда, стряслась над нашим городом, говорит бабушка Тафаро. И действительно, современники Габе узнавали, им казалось, наверное, что это Гитлер именно изображен в этой сказке под именем наместника. Но тогда бы сказку, наверное, перестали читать и последующие поколения. Дело в том, что сказка не только о фашистском завоевании. Сказка вообще о том, как противостоять злу, как отстаивать свободу. Что можно сделать для того, чтобы оставаться вольным городом. И что можно сделать, чтобы никакой диктатор не смог тебя поработить. И для этого Габе очень подробно показывает нам и диктатора, который, вот бабушка Тафаро говорит, что его никто не видел, но, на самом деле, зрители потом увидят его в середине пьесы, и он окажется горбуном. И другого горбуна, который стоит на любимец города, метельщик Караколь. Два горбуна. Значит, дело не в красоте. Дело не в каком-то внешней привлекательности. Один горбун, которого все ненавидят, другой горбун, которого все любят. Один горбун, который усиляет страх, другой, который помогает бороться со страхом. Что же позволяет действительно завоевать город? Не скажу поработить, скажу завоевать город. Вот бабушка Тафаро, собственно, перечислила все важные свойства зла. Оно нападает нежданно-негаданно, оно действует силой, хитростью и страхом. Ничего, за что можно было уважать зло, в пьесе не показано. А кто стоит на службе зла? Да. Два горожанина присоединяются к наместнику и его людям. Два горожанина настолько любят власть и деньги, что готовы пойти против своих сограждан. Это мушероны, отец и сын. И это единственные в городе мастеров, обо которых не сказано, что они мастера какого-либо дела. Да, для них самое главное – это вот власть, сила, потому что никакими собственными достоинствами они не способны завоевать любовь сограждан, любовь самой красивой девушки Вероники. Наместник скрывается в замке, наместник не показывается на людей иначе, кроме как в закрытых носилках. Он очень боится, когда упоминают слово «горт». Мы видим, как носилки, мы еще не знаем, что наместник горбат, но мы видим, как носилки вздрагивают при слове «горбун», при слове «горбатый». Наместник ищет везде, повсюду шпионов, и только так он может обеспечить контроль, когда все его боятся. Что же может противостоять злу, такому сильному, вооруженному, внезапно напавшему? И Габа нам показывает, злу можно противостоять, во-первых, смехам. И вот, собственно, это начало веселое олицетворяет Караколь. Вот что говорит о нем Вероника. Недаром чужеземцы не спускают с него глаз. Караколь – простой метельщик. Он беден, он горбат, но люди в замке хорошо знают цену его шуткам и песням. Да и как не знать? Когда Караколь шутит, мы смеемся. А когда смеемся, перестаем бояться. Вот первый и главный рецепт Тамары Габе. Зло на самом деле всегда пребывает в страхе. Оно само всегда всего боится. Оно боится людей, боится показаться смешным. Он боится правды о себе, и он боится жителей города. Вот почему он скрывается от них в башне. А Караколь, вот он тоже горбун, но он ничего не боится. Караколь часто говорит о себе, о своем горбе, о своем уродстве, потому что ему не страшны люди. Он любит их и несет им самое важное орудие добра – это смех. Когда мы смеемся, мы перестаем бояться. А еще очень важным орудием добра является некая солидарность, некое чувство, что мы все вместе, что мы заодно. И желание сделать добро другому человеку. Вот ни один из тех, кто на стороне зла, ни Мушероны, ни господин Гилье, ни сам наместник, ни разу не пытается сделать даже своим соратникам что-нибудь приятное. А пьеса открывается сценой на площади, когда, о, оказывается, у Караколя сегодня день рождения. И вот пирожник специально для него испек пирог и бабушка Тафаро, которая помнила про этот день специально. И нечего подарить ему никакого подарка, но она дарит ему счастливое гадание, которое сбудется потом в пьесе. Очень важно быть вместе. Очень важно соблюдать старые традиции, которые соблюдались годами. Вот сейчас в это тяжелое для города время наместник запретил самый главный городской праздник – майский день. И в самый тяжелый момент, когда, казалось бы, силы зла восторжествовали, когда, казалось бы, не осталось вообще никакой надежды, бабушка Тафаро выходит на сцену и говорит о том, что, тем не менее, мы должны праздновать праздник, как это и было раньше, как мы делали это многие годы. Маленького Мартина схватили солдата-наместника и запрятали в башню молчания. Да заодно с ним и всех оружейников, которые ковали мечи и копья. На оружие городу больше нечего надеяться. А тут еще и караколь исчез, ушел в лес за метелками, да так и не вернулся. Может, и его схватила стража. Пусто, скучно стало в городе. А зритель, в отличие от бабушки Тафаро, знает, что не стража схватила, а явно посадили караколь, а обманом заманили. А ведь нынче у нас большой праздник, продолжает бабушка Тафаро. Майский день. Прежде бывало все от мала до велика на улице. Смех, песни, пляски. А теперь и думать про это забыли. Девушки не поют, а только плачут. Да и как не плакать? Первую нашу красавицу, дочь самого почтенного мастера, Веронику, насильно отдают замуж. И за кого? За страшного горбуна, за проклятого сыча из замка. Ну, казалось бы, все. Наступили самые тяжелые времена, и заступиться ни за Веронику, ни за других горожан некому. А все же надо пойти, прибрать к празднику свое жилье. Какой не есть, а майский день – это майский день. И нельзя его встречать без ветки зеленой над порогом. Пойду, похлопочу, говорит бабушка Тафаро. И с этого, собственно, начинается их в городе мастеров День Победы, когда постепенно силы добра, силы мастеров соберутся и свергнут ненавистного наместника. Потому что не могут жить под чужеземной властью настоящие мастера, люди, которые знают свое дело лучше всех. Ведь в этом городе жили лучшие кружевницы, лучшие златошвейки, лучшие орёжейники, лучшие пирожники. Это люди, которые умели и хотели дарить друг другу радость, счастье и добро. Неужели они не справятся с властью, как они говорят, сыча, окопавшего все в замке? И тут происходит действительно то, на что, видимо, очень надеялась в 43-м году Габбе. И эту надежду она очень хотела донести до своего читателя. Жители города объединяются. Даже самый маленький житель, маленький Тимале, взяв простую палку, выбивает из рук Гильома волшебный заколдованный меч. Подстраивая переодевания и разные другие козни, они освобождают Веронику. Да, в бою, в тяжелом бою с вооруженными солдатами погибает Караколь. Но вот тут, в самую тяжелую минуту, уже и волшебные силы становятся на сторону добра. Волшебный меч Гильома, меч, который должен был именно злу дать возможность быть непобедимым. Вкладывают в руки Караколя, он поднимается, у него нет горба. Правда, Вероника не замечает этого. Она говорит, что Караколь всегда был красивым. И в городе наступает действительно счастливый и славный день победы, на который так надеялась Габба, на который так надеялись ее первые читатели и зрители ее постановок. Что говорит нам эта пьеса на протяжении вот уже многих лет? Она говорит о том, как важно быть мастером. Потому что если ты мастер, у тебя есть чувство собственного достоинства. А значит, тебя нельзя запугать. А значит, тебя нельзя победить. Вольный город настоящих мастеров бывает, может быть, завоеван. Бывает, может быть, впленен. Но он никогда не будет порубощен и побежден. А сейчас мы поговорим о том, что такое пьеса, чем она отличается от других жанров литературы и как ее правильно читать. Буквально открыв книгу, мы сразу понимаем, что перед нами не проза и не стихи, а совершенно другой жанр литературы. Пьеса записана в виде диалога. И слова каждого действующего лица подписаны его именем. Слева мы увидим имена главных действующих лиц, которые произносят реплики. То есть слова, адресованные героями друг к другу в диалоге. Именно из реплик мы понимаем, что думает герой. Из реплик мы понимаем, какой у него характер. И часто из реплик мы понимаем, что происходило до того, как события стали разворачиваться на сцене. Именно так. Без рассказчика пишет автор драматическое произведение. И поэтому ему значительно сложнее, чем прозаику, описать, что происходило до начала событий, рассказать о том, какие характеры у его героев. Все это зритель и читатель пьесы узнает из диалогов героев и из их поступков, которые происходят на сцене или за сценой. И тогда об этом расскажут нам другие герои. Так, например, бабушка Тафаро рассказывает нам предысторию событий в городе мастеров Тамары Габе. Рассказывает нам о том, как родились Кликляк и Караколь. Кроме того, поскольку драматический автор действительно очень стеснен в своих средствах, ему очень трудно рассказывать целую историю, не включая собственный голос, в пьесе, которая предназначена обычно для театра, есть специальные такие фрагменты, которых не бывает ни в прозе, ни в стихах. Например, это список действующих лиц. Он обычно открывает пьесу, и в нем автор может не только перечислить всех героев для того, чтобы режиссер потом назначил актеров на их роли, но и что-то важное, что необходимо ему рассказать о каждом из них. Он может рассказать, кому сколько лет, кто кому приходится кем. Иногда бывает даже, что авторы, если им это очень важно, рассказывают, кто во что одет. Дальше мы видим, что пьеса разделяется на большие блоки. Драматическому автору сложно показывать действия, которые будут перемещаться из одного места в другое. Он всегда ограничен одной сценой. И поэтому такие блоки, которые происходят обычно в одних и тех же декорациях, называются действиями. Сразу после списка действующих лиц мы увидим действия первое. Так, в пьесе Габе «Город мастеров» четыре действия, и каждое происходит в новом месте. Первое – на центральной городской площади, второе – в замке Наместника, третье – в лесу, а четвертое – на городскую площадь. И действия разделены также на явления, в которых на сцене одновременно участвует один и тот же набор действующих лиц. Они входят и выходят, и явления сменяют друг друга. А еще важное средство драматического писателя – это ремарка. В книге, вы увидите, они набраны обычно другим шрифтом, обычно курсивом. Ремарки – это те необходимые комментарии, которые автор не может дать голосом рассказчика, но считает необходимым ввести в текст. Он считает необходимым, чтобы мы это понимали. Часто это просто какие-то технические комментарии о том, что герой в этот момент делает, с какой стороны он должен появиться, какой жест должен сделать одновременно с произнесением тех или иных слов. Иногда ремарка больше говорит читателю. Иногда автор скажет нам о том, с каким выражением, с каким настроением, с каким чувством произнесена та или иная реплика. Иногда даже ремарки позволяют внимательному читателю понять что-то, что не может быть произнесено словами. Вот, например, та самая сцена, когда на городской площади появляются носилки герцога. Мушерон произносит свой сбивчивый монолог, и носилки подозрительно вздрагивают при каждом слове горбун горбатый. Внимательный читатель понимает, там, внутри носилок, есть кто-то, кто очень недоволен, когда звучат эти слова. Таким образом, в пьесе многое рассчитано именно на театральную постановку, но многое помогает и просто читателю, который будет читать пьесу по книге. Надеюсь, теперь вам легче будет читать пьесы, а их вам в старших классах придется прочесть немало. А возможно, вы захотите попробовать свои силы и в театральном мастерстве, и стать актерами или даже режиссерами-постановщиками. Возможно, после того, как вы прочли пьесу «Город мастеров», вы захотите поставить ее на школьной сцене, а может быть и в своем домашнем театре.